У меня очень рано. Доброе утро, я Энни Мэджик, и со мной тут на канале все мои ведомцы. Наша киса Алиса смешная, которая просыпается раньше всех. Софиша, бабулечка любимая, дрыхнет дольше всех. Юми Чу вот со мной проснулась, и я обычно рано утром стараюсь в телефон не лезть сразу, как только открыла глаза. Но иногда вот такое настроение, что просыпаешься и телефон берешь в руки. Так, проверим, как там наши подписчики на канале. У нас до трех миллионов осталось 86 тысяч. Успеем мы к Новому году собрать или нет? А еще я тут читаю ваши комментарии, отвечаю на них, и я расстроилась, что в прошлом видео загадка, которую я сгадала, все ее очень быстро разгадали, надо было что-то посложнее придумать. Но ваши комментарии попадают в видео, все честно, так что пишите их. Я так обросла, я просто такой кудряш, я прям представляю, как сейчас это выглядит на видео, я даже не посмотрела, как смотрится все это в кадре. А еще мне пришла очень крутая идея про 24 часа челлендж, так что если вы захотите, давайте на этом ролике наберем 50 тысяч лайков, и тогда я его сниму. Юмич, а ты, по-моему, спишь еще, да? Ладно, все, хватит в телефоне сидеть, пошлите завтракать. У меня опять какая-то фигня с микрофонами, и мне кажется, звук не записывался. Давай, слазь с кровати, я буду ее заправлять. Капец, я кудряш, что у меня на голове? Короче, я сейчас... Я с утра вот таким гельчиком намазываюсь, лицо освежаю, он очень классный, мне понравился, он у меня уже кончается, надо докупить. А еще я либо линзы надеваю, либо очки, вот очки, это вообще, конечно, капец. У меня они ломаются, просто для съемки видео крашу только ресницы и замазываю веснушки. А вы пока посмотрите просто, что делает Киса Алиса с Софией. Я эти кадры, как Киса Алиса, пытается играть в Софию с этим тоннелем, как они гоняют друг друга. Они попали в мое предыдущее видео, где я рассказывала свои лайфхаки и секреты. Обязательно посмотрите тот ролик, если вы его не видели, потому что там очень много всего, чего вы никогда не могли раньше увидеть на канале. Многие пишут, что им просто не приходят уведомления, поэтому проверяйте, как у вас включен колокольчик. Не просто нажат колокольчик, а именно написано, что все уведомления с канала получать надо. Все, я готова, начинаем съемку, мы пришли сниматься. Мистика какая-то, у нас грохнулся просто свет неожиданно, и Юмичу теперь дрожит от страха. Помните, да, мои советы, что подкреплять поведение, которое не очень хорошее у собаки, например, страх, лучше не нужно, сюсюканьями всякими. Просто давайте игнорировать со временем, надеюсь, она успокоится и все будет хорошо. Я сегодня собиралась снимать видео из рубрики «Переписки», но опять что-то пошло не так. Но в данном случае, может быть, и хорошо, что я об этом узнала. В общем, вы знаете, что я постоянно бываю у себя в ВКонтакте, я провожу розыгрыши, общаюсь в личных сообщениях, а также я стараюсь вешать какие-то новости в Телеграм. Кстати, не забывайте подписываться на все Телеграм и ВКонтакте. Одна из подписчиц прислала мне очень интересные ссылки на Авито. Такие, что я даже сама никогда бы такого не ожидала, поэтому я посчитала обязательным снять об этом видео. И сегодня я буду переписываться с человеком, чьи объявления она мне прислала. Эта девочка прислала мне ссылку на аккаунт, в котором человек продает собак Чихуахуа. Но это не просто собаки. Там фотографии моих собак. Как вы знаете, Мишка и Эйвен нас уже покинули, но на фотографиях, которые человек этот разместил в этих объявлениях, и Миша, и Эйвен тоже есть. Есть выявление собака Чихуахуа щенок, и там фотка моей собаки Софи только в детстве. Также есть объявление щенки Чихуахуа, где на фотографии моя собака Эйвен, которой сейчас уже нет в живых, и тоже не указана цена. Еще есть объявление Чихуахуа девочка, на котором фотография моей собаки Миши, она как Эйвен по старости нас покинула, и на этой фотографии написано, что эта собака стоит 8000 рублей. Дальше написано Чихуахуа щенки Москва, и 130 тысяч рублей. Там фотография Юми Чу, когда она была щенком. Капец, еще есть объявление взрослые Чихуахуа девочки, на которой фотография опять же моей Софи, только уже не в детстве, а уже взрослой. Чихуахуа мальчик. А самое интересное, это объявление под названием «Продам собаку 1 миллион рублей», и там фотография Юми Чу в костюме покемона. Я несколько раз звонила, там никто не отвечает, поэтому я решила написать. Я написала этому человеку, и он тут же сразу сказал, давайте общаться в мессенджере, потому что мне тут неудобно. «Здравствуйте, я пишу вам по поводу вашего объявления по продаже щенков и собак, хотел бы купить, можно посмотреть». Он тут же мне ответил, «Здравствуйте, у нас много собак и щенков, вас кто конкретно интересует?» Мне интересны те фото, которых у вас в объявлении. Посмотрим, как он будет реагировать, потому что он же вообще не в курсе, что это мои собаки. Он реально попытается мне продать моих собак, попросит у меня денег, или он скажет, что «Ой, этих собак уже нет, поэтому есть другие, посмотрим». Мне очень интересно, какое будет объяснение. Я потом, конечно, в конце, наверное, просто скажу ему, кто я и что это мои собаки. Я же говорю, у нас много собак, пришлите фото, кто конкретно. Если еще не выбрали, посмотрите, выберите, определитесь и напишите мне. «Может быть, можно приехать к вам и посмотреть?» Мне очень интересно, что этот человек ответит. Я примерно это и предполагала. Мы находимся далеко, мы можем привезти собаку, куда вам надо. Вообще, когда вам заводчик, да, это должен быть заводчик, а не просто какой-то непонятный человек, предлагает привезти собаку куда-то, встретиться где-то на улице и так далее, это не самый лучший вариант. Лучше всего добиться того, чтобы вы могли приехать к нему домой, и посмотреть, в каком месте содержатся все его собаки, как они живут. Когда вам предлагают передать собачку в парке, это всегда должно вызывать в вас подозрения. Или предлагают привезти вам ее домой, доставить там щенка, если только это не из-за границы, да, или из какого-то другого города. Конечно, в таком случае, да, но тогда просите видео, видеосъемку щеночка, где он живет, как он живет, с кем он живет и так далее. Не всегда есть возможность самому поехать. Я могу приехать куда угодно. Вы сначала скажите, кто вам нужен, щенок или взрослая, сука или кобель. Как бы сливается с тема человек, мол, если вы, может, вам вообще не подходим, да. У вас разные цены указаны, что это за цены, и сколько реальная цена за щенка. Я хочу щенка, но взрослые собаки тоже интересуют. И самый главный вопрос давайте зададим этому таинственному незнакомцу. Реальные ли фотографии? Там, где цена не указана, там щенки. Там, где взрослые, там цена указана. Мы их отдаем почти бесплатно, потому что они уже взрослые. Фотореальные, конечно же, это же наши собаки. Серьезно, меня вот сейчас просто бомбить начнет. Это же ваши собаки, да? Надеюсь, вы смотрите это видео. Кстати, я забыла спросить, кто это, мужчина или женщина, как зовут. Очень приятно. Меня зовут, наверное, не надо палиться, давайте назовемся Катерина. На одном щенке цена 130 тысяч рублей. Это настоящая цена или это шутка? Зовут его Сергей. Все-таки это мужчина. Наш уважаемый Сергей нам отвечает, что это цена настоящая, потому что это очень хорошая собака с родословной. На нее уже есть покупатель. Ставлю тысячу миллионов рублей, что сейчас начнет выясняться, что на эту собаку уже есть покупатель, на эту собаку есть покупатель, этот щенок не продается и так далее. А остальные щенки почем? Будем примерно как на его языке разговаривать. Скиньте, кто вас интересует. Эйвен в детстве цена не указана и Софи в детстве цена не указана. И по поводу взрослых. Скинем вот эти три фотографии. Девочки по 8 и по 3, да? Эти обе проданы, скоро заберут, но есть другие, как я и предполагала. Сейчас начнется. Есть другие. И он ожидает, что я сейчас спрошу фотографии. Скиньте тогда фотки тех, что есть, да? Ладно, не будем спрашивать у него фотографии тех, что есть. За сколько отдаете взрослого мальчика и сколько стоят чиночки эти? Нет, ну как? Все предсказуемо. За 5, но Мерле не остались. Остались шоколадные 2 кабеля по 8 лет. Чтобы вы понимали, Мерле это мраморный окрас. Это цвет моих собак Софии и Эйвена. Окрас мраморный или Мерле его еще называют. А шоколадный это как Миша или Юмичу. Горький шоколад, молочный шоколад. Или Триколор. Это когда 3 цвета в одной собаке в окрасе. Но, в общем, осталось 2 шоколадных кабеля по 8 лет. Девочки уже не могут рожать, мальчики, понятно. Ну, в общем, да, они в таком случае собака дают, чтобы их лишний раз не кормить, не поить, не лечить. Собака после какого-то возраста начинает больше болеть, на нее тратится больше денег, поэтому проще ее просто отдать. Я не то, чтобы считаю, что это прям плохо и ужасно. Но, действительно, если вы считаете, что вы не будете обеспечивать свою собаку нормально, кормить ее, поить, и в нормальных условиях она будет жить, пусть лучше собака, правда, найдет хорошие руки, семью, в которой ее будут любить и лелеять. И вообще, как бы, я не против того, что заводчики отдают, но мне, конечно, не всегда нравится такое пренебрежительное отношение к животным. То есть, их используют для размножения, для потомства, чтобы продавать щенков, чтобы на них зарабатывать, а потом собака уже становится не нужна. Ответ на мой вопрос, сколько стоят эти щеночки, он пишет, что щеночки по 30. По поводу щенков, цены на них действительно разные, все зависит от породы. Некоторые продают щенков Чихуахуа и за 5 тысяч рублей, а некоторые продают и за 50 тысяч рублей, в зависимости от родословной, от того, что у нее родители чемпионы или нет, поэтому щенки могут стоить очень по-разному, и последствия тоже. То есть, часто люди покупают щенка какой-то породы очень дешево, а потом в результате, когда собака вырастает, получают не совсем то, что они ожидали на картинках, видели. Почему так дорого? Обычно щенки Чихуахуа стоят 5 тысяч рублей. Понятное дело, что не то, чтобы они обычно так стоят, есть и дороже щенки, но я специально так пишу, чтобы посмотреть, что же ответит этот человек. Возмущается. Дорого? С четырьмя вопросительными знаками. Вы дорого не видали? Не видали. Потому что родители породистые, и эти подходят для выставок. Ну, как я и говорила, скажешь, что породистые, окей. Ага, подловили. Смотрите, тут такой момент, что цвет мраморный, он не подходит для выставок, потому что этот цвет считается у нас бракованным. Ну, то есть, он у нас не... у нас мраморных собак не выставляют Чихуахуа, насколько я помню, потому что я помню, что ни Эвен, ни Софи не могли ходить на выставки. Разве можно на выставке этот окрас? Посмотрим, как выкрутится наш Сергей. И еще есть объявление за 1 миллион рублей. Это что за собака? Мне все интересно, когда он начнет разводить нас на деньги и начнет ли. Что это за прикол вообще? Зачем размещать чужие фотографии и говорить, что это твои собаки, они уже проданы. То есть, явно он хочет что-то продать. Явно есть какая-то мотивация, есть какая-то цель заработать деньги. И я вот все жду, когда же наступит этот момент. Он пишет, что конечно можно. То есть, тут игра такая на лоха. Просто, что я тупая, я просто не знаю ничего об этом, поэтому да, можно. Это спецсобака у нас. Спецсобака? Что за спецсобака? Ладно, давайте дальше разводить его. Отметила, что мне нравится второе фото, то есть, девочка, можно торговаться с вами. А что такое спецсобака? Посмотрим, что он ответит. Мне очень интересно, чем это все закончится. Итак, барабанная дробь. Можно, сколько хотите. Хорошо, что можно. Мне нравится вот это, то, что я отправила. Он пишет, есть такая, да. Первый раз он пишет, что такая есть. До этого он все время говорил, это продано. Такой, нет. Готова дать 5. Софи, прости, ты же понимаешь, что это не про тебя, это не тебя оценивают. Ты для меня бесценна. Я просто проверяю человека, за сколько денег он согласится продать мне несуществующую собаку. Та-дам! На вопрос, что такое спецсобака, он отвечает, она звезда интернета у нас. Напишем, круто, а можно посмотреть, где она звезда в интернете? Это очень тупой вопрос, но окей, пусть будет так. Ответ. Да, прям это. Прям вот наша София в роли щенка. Ничего, что София уже взрослая, во-первых, она уже давно не щенок. Во-вторых, это моя собака. И когда она была щенком, она была у меня. Ну, короче, вы все понимаете. 5 дешево для нее. За 5 могу предложить другого щенка. Хотите фото? Уже напрямую предлагает. Нет. Мне нравится именно это. Может быть, за 10? 25 минимум ответ. Давайте 20. Причем, на мой вопрос, можете ли прислать, где звезда в интернете, наша собака за миллион рублей, он не отправляет. Готова покупать. Вам удобнее СБР? То есть, сразу прям платить, не посмотрев собаку? Если вам кто-то предлагает заранее заплатить за щенка, пока вы его не потрогали, не пощупали, не посмотрели, не соглашайтесь ни в коем случае. Если только действительно щенок не где-то из-за рубежа едет и так далее. И то в таком случае делается некая предоплата, но не полная стоимость собаки, которую вам потом обещают прислать. Не все, я думаю, далеко из вас покупают там собаку за рубежом, из интернета или где-нибудь из какого-нибудь очень далекого города. Скорее всего, многие ищут щенков у себя в городе. Поэтому обязательно договаривайтесь с заводчиком, что вы приедете, посмотрите на собаку, пощупайте ее, посмотрите ее состояние, посмотрите документы, если у нее есть какие-то. А вы не посмотрите, не доедете до нас. Да, вы же очень далеко, куда я не смогу доехать. Привезут, посмотрите. Вот, это то, о чем я говорила. А где много подписчиков можно посмотреть? Я спросила, он говорит, в тиктоке. Посылку можно? Можно оплатить, когда привезут. Почему нет? Это же хороший вариант, да? Привезете, посмотрим, и я оплачу. У нас стопроцентная предоплата. Мы только так работаем. Слишком много клиентов, доставим как сможем. Как будто мы разговариваем про какой-то холодильник, я не знаю, или про что. Я же не, не знаю, не микроволновку покупаю, да, заплатила, а доставила. Доставка завтра будет вам. Это собака живая, я хочу посмотреть на нее. Это ненормально. Если мы ему предложим оплатить хотя бы половину суммы, посмотрим, согласится он или нет. Мне бы хотелось оплатить половину и половину при встрече. Слушайте, вы либо покупаете, либо нет, слишком много вопросов. Вот поверьте, так заводчик не может общаться. Человек, который хочет продать собаку, он рассказывает о щенке что-то. Он спрашивает, есть ли у вас какие-то вопросы. Может вам что-то рассказать, объяснить. Он хочет вам показать собаку, снимает вам ее на видео. Кстати, надо сейчас его об этом попросить. То есть присылают фотографии, а не так, слишком много вопросов. Если вам так отвечают, вообще не связывайтесь с такими людьми. Сейчас мы спросим, а можно видео? И на вопрос скиньте ссылку на тикток, он так ничего и не ответил. Я не дома, буду дома, сниму что хотите. На слишком много вопросов напишем. Извините, я первый раз собаку покупаю в интернете. Сергей продолжает нас продавливать. Извините, я первый раз покупаю собаку. Ничего. Скидывайте оплату, завтра привезем. Окей, скажите адреса. Он даже не знает, в каком я городе. Давайте спросим, а вы в Москве? Смотрите. Нет. Вы будете брать щенка? Вы уже будете брать или нет? Ладно, видимо, придется разоблачать чувака и говорить, что это не его щенки. Я увидела, что это собаки с канала Magic Family. А что скажет нам Сергей? Капец, сейчас Сергей там в шоке будет. Молчит. Видимо, думает, что ответить. О, ответил. Это наш канал, да. Он еще и канал наш себе присвоил, серьезно. Сергей, ты что, офигел что ли, блин? Просто, просто я в шоке. Правда? Давайте удивимся, блин. Круто. Вы блогер? Не я, но это моя семья. Я продажами занимаюсь. Классно, чувак. А я продажами не занимаюсь. Я просто в афиге. Я просто в шоке. У меня слов нет, как на это реагировать. Я готова, кидайте номер карты. Итак, Сергей скинул нам номер карты. Я не буду ее осветить. Но он пишет дальше. Как деньги придут, я вам напишу. Мне кажется, эти щенки очень похожи на этих же взрослых собак с канала. Разве это не они же? На что Сергей отвечает? Нет, просто похожи. То есть, он реально держит человека, с которым он общается, за идиота. Он просто считает, что это какая-то дура, которую можно развести на бабки. Серьезно. Ладно, сделаем вид, что мы тупые. Деньги не пришли пока что. А, деньги тебе не пришли пока что еще, да? Хорошо. Давайте просто сейчас возьмем и скажем ему, что это мои собаки и это мой канал. Сережа. И еще момент, Сергей. Я Аня. И я веду этот канал. Это мои собаки. Я думаю, он просто сейчас сольется. Я в афиге просто. Он реально, он реально офигевший. Доказательства. Ахаха, серьезно. Я должна доказывать вам, что это мои собаки. А у вас-то есть доказательства? Я в шоке. Просто чувак реально наглый. Вот мне кажется, что так разводить людей на бабки нужно иметь реально наглость. Потому что без наглости в этом вопросе никуда. Все, вы мне надоели. Не хотите покупать? Не покупайте. До свидания. Ну, я же говорила, он сейчас сольется. Еще при этом с такими словами, что типа это вы не хотите покупать. Просто бесит. Просто бесит этот чувак. Реально, я прям разозлилась на него. Вы, обманщик, чужие фото за свои вы даете. И деньги с людей незаконно берете. Я могу подать на вас в суд. Че, серьезно? Не, он продолжает. Посмотрите на него. Все законно у нас. Мы вам щенка бы привезли немного другого и все. Ха-ха, серьезно. Вот так это работает. То есть вы такие покупаете щенка по фотографии, платите деньги, а вам привозят немного другого. И все, в чем проблема? Чувак, ты продаешь щенков, если ты вообще их продаешь. Мне кажется, что на самом деле это просто развод и никто никого не продает. Просто берет деньги и исчезает. Но по чужим фотографиям и даже если ты привозишь какого-то щенка другого и говоришь человеку, извините, того не было, он умер. Или я не знаю, что с ним произошло, но типа вот другой. Ой, я не знаю, кто-то вообще поведется на это? Меня бомбит просто, реально, капец он наглый. Это, говорит, вы врете. Так, все, я не выдерживаю. Чувак, я сейчас тебе отправлю фотографию. Просто фотографию. Посмотрим, что он на это скажет. Посмотрите на лицо Юмичу на этом фото. Она просто смотрит на него с презрением, мне кажется. Она такая, ты что, Серега, охерел? Ну, и что мы видим? Тишина. ЧТД. Что и следовало доказать? Ну, дальше, конечно же, писать уже бесполезно. Он пропадет или заблокировал вообще меня. И вообще, в общем, ребята, если вы что-то такое интересное, странное, необычное, прикольное, трэшовое обнаруживаете, пишите мне в Телеграм или ВКонтакте. И идите обязательно посмотрите предыдущее видео, потому что там очень прикольный ролик вышел. И такой, про что я никогда на канале не рассказывала.